Полотном Репина, Сурикова и Шишкина сегодня тесновато. В Пермской галерее представители общественности и власти обсуждают переезд художественной коллекции. Тема эта на слуху уже не один десяток лет и напоминает сериал. У него начался новый сезон, возможно, последний. Директор галереи Юлия Тавризян поясняет. Бывшее ракетное училище, куда еще недавно планировали переместить десятки тысяч экспонатов, не самый лучший вариант. Прежде всего, из-за планировки помещений. Здание нужно реконструировать, но даже после этого оно не будет соответствовать современным требованиям. Самое главное и самое печальное для нас в этом здании отсутствует возможность развития музея. То есть здание, как таковое, не дает окончательного решения вопроса для галереи. Понимаете, мы переедем, мы разместимся, мы придумаем, как это сделать, но через какое-то время, не очень далекое, встанет вопрос о том, что нужно опять решать проблему галереи. Иначе мы не будем комплектоваться. Министерство культуры, изучив материалы со специалистами, находит другой вариант, альтернативу, то, что сегодня мы сейчас уже вот сказали и рассказали. То есть это новое здание галереи вместо ДК Телта. Бывший дворец культуры телефонного завода, как отмечают в региональном управлении капитального строительства, это здание сейчас в аварийном состоянии, его необходимо сносить. И на этом месте можно построить новый дом для галереи. Территория позволяет развернуться. К тому же площадка в краевой собственности, ее не нужно выкупать, а можно обустроить, создав зону культурного отдыха. Да и находится она у набережной Камы, что немаловажно для галереи. Привычка наших произведений, нашей коллекции находиться в этом климате, на берегу реки, будет учтена. Поскольку это новое строительство, то его можно спланировать эффективно. В предыдущем здании мы были ограничены стенами, ограничены периметром, а здесь может быть совершенно разумное какое-то расположение и залов, и сервисов для посетителей, и фонда хранилища. Участок, который Акулова, 14, он со строительных практически идеальный. В нем нет каких-то ограничений, нет обременений, которые бы не позволят это там реализовать. Министр культуры Галина Кокаулина сообщила, что на днях встретится с главой региона, будут обсуждать варианты переезда галереи и вынесут вердикт. Кроме того, предстоит окончательно решить, как использовать приобретенное здание бывшего ракетного училища.